Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Субтитры сделал DimaTorzok Может то, что она была повреждена. Или они... А, вот они ее. Они ее надрезали. Вот они. А я не увидел. Вот. Они просто черканули. А я смотрел, смотрел, не увидел. Так. Ну, вот 6 часиков я заказывал. Специально снимаю видео. Ага. 5, значит. Так. Вспоминаем. 3 розовых и 2 голубых. Да. По идее так должно быть. У голубых вообще другая коробка. Так. С6 маркировка. Значит, разные фабрики. Смотрите, ребят. Вот вы видите, да? Вот они коробочки. Это светлое. Это темно-желтое. Значит, темно-желтое. Это должны быть голубые часики. Значит, фабрики разные оказываются. Вот они, С6. Пленка наклеена. Ну, не знаю сейчас, как по аккумуляторам. Да, аккумуляторы все разряженные. Так. Что по комплектации? По комплектации стандартно. Никаких подарков. Вот такая вот бумажечка. Сейчас заодно сравним, как фабрики разные упаковывают. Черный кабель. Потому что до этого я получал. Были белые кабели. Так. Давайте смотреть следующее. Всегда снимаю. Но что-то в этот последний раз мне из 5 часов пришли один брат. Открыл спор, что Алиэкспресс начинает уже борзеть. Начинают защищать этих продавцов. Которые отсылают иногда некачественный товар. Это мне уже не нравится. Как весь мир и бардак, так и на Алиэкспрессе бардак. Да, эти не включаются. Батареи разряжены. Ну, давайте смотреть, что по розовым. Вот, видите? Вот вам вторая. Это вот часы, которых я постоянно заказываю. Тут идет вот такая нормальная брошюра. Называется то, что было, то и присылали. Смотрите, ребят. Есть разница. Просто вам для сравнения. То ли вот такой мануал, то ли вот такая туалетная бумага, кусочек. Дальше. А в коробках, по-моему, еще и тараканы жили. Кабель здесь идет черный. Ну, правильно. Вот розовые-белые коробки. Смотрите, качество. Видите, качество. Качество вот этого кабеля в сто раз лучше, чем вот это. Этот кабель заряжает быстро и качественно. Это вот фонарь. Смотрите. Почему мне иногда задают вопрос? Для чего вы снимаете видео? Для того, чтобы показать вам. Ну, вот опять обжегся. На голубых. Так. Давайте проверим, как розовые. У розовых я сколько получал. Всегда были, слава богу, такие крепенькие аккумуляторы. Сейчас посмотрим. Так, стекло целое. Ну, что и требовалось доказать. Они пришли. И смотрите. Батарейка практически заряжена. А в этих. Вот вам и цена. Можно купить дешевле. И купить какашку. Вот батарейка здесь дохлая. Так. Все оно, смотрите, русифицировано. Камера. Потом это все можно посмотреть в картинках. Или удалить. Это отослать, это удалить. Так. Отлично. Так. Это первые часики. Сейчас давайте смотреть вторые. Так же заряжены хорошо. Ссылки на этого продавца я дам. И сразу задавайте ему вопрос. Пусть вам пишет. Нет, открывайте спор. Не жалейте этих китайцев. Они этого не стоят. Пусть знают свое место. Так. И третье. Некоторые пишут. Ты их жалеешь, ты их оскорбляешь. А за что их любить, если они тебе шлют реально фуфел? Вы молчали, если бы вам послали фуфел? Я б нет. И не хочу молчать, и не буду. Ну, эта батарейка тоже заряжена полностью. Хотя шли они одинаково. 14 дней. Фонарь работает. Картинка. Удалим. Что, давайте посмотрим, как они звонят. Сейчас я постараюсь оставить сим-карточку. Открывается она вот так вот. В некоторых часах я уже видел в батарейках наклеен такой хлястик. Он очень удобный поднимать аккумуляторную батарею. Ну, вот в этих, наверное, на фабрике просто не используют. Там 3 сантиметра этого скотча, но зато удобнее им очень пользоваться. Симка у нас вот такая. Вот кто первый раз смотрит. Вставляете аккуратненько. Сейчас заодно глянем, принимает ли наши симки. Потому что каждый раз какая-нибудь петрушка с этими часиками. Так, сеть появилась. Так, проверяем. 06 и мой код 994. Да, соответствует. Отлично. Интернет появился. Вот смотрите. Видите стрелочки? Дальше. И теперь звоним. Громкость регулируется на дисплее. Кнопка Reset. Для того, чтобы из кто не знает. Микрофон и динамик. Все работает отлично. Если вы будете пользоваться часами по назначению, я имею в виду отслеживать ребенка, то загружайте программу C-Tracker. QR-код на инструкции телефона. Он был в описании, я имею в виду. Если не будете пользоваться по назначению, тогда просто вставляйте сим-карту и звоните. Все очень удобно. Новые вот эти вот модели могут сами уже звонить без программы. Потому что для того, чтобы в старых часах нужно было позвонить ребенку или вам, вы должны были загрузить программу C-Tracker. Без нее часики просто не работали. Они очень компактные, сидят на руке очень классно. Ремень взаимозаменяемый. Его можно заменить на любой другой новый. Например, если вышел из строя. Потому что в старых часах ремень шел прямо с корпусом. Его было реально нереально соединить. Здесь, как в обычных часиках, вот здесь такая пиптик есть. Нажимаете и меняете. Зарядка идет через microUSB гнездо. Оно находится с левой стороны. Вот оно. И с правой стороны у нас кнопка Reset сброс, кнопка SOS и фонарик. Так что вот такие вот часики я сегодня получил. Выводы делать вам покупать или не покупать. Ссылка на продавца будет в описании. Я у него постоянно беру. Ну вот, синими часами он меня прокатил. Буду писать сейчас ему жалобу и что-то с ним разговаривать. Все, ребятки. Всем спасибо, кто смотрит меня. Значит, если закараете часы, в подарок от китайца вы получите вот такие вот наклейки. Это идет с бонусом. Всегда ваш мистер Гудмобайл. Есть вопросы, спрашивайте, что знаю и отвечу. Ссылочки на продавца, где я покупаю часики с разных заводов и фабрик, будут все в описании. Удачных покупок. Не переживайте, заказывайте, все придет вовремя. Пока-пока.